Кулеба обсудил с главой МИД Турции шаги по возобновлению «зерновой сделки». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Хабертург. На встрече дипломаты обсудили шаги, которые могут быть предприняты для возобновления работы Черноморской зерновой инициативы, обновлено. Кулеба сообщил, что во время разговора с турецким коллегой, подчеркнул, что выход РФ из соглашения пагубно скажется на африканских странах и глобальной продовольственной безопасности, у меня состоялся разговор с Хаканом Фиданом для обсуждения Черноморской зерновой инициативы. Я подчеркнул, что выход России из соглашения пагубно скажется на африканских странах и глобальной продовольственной безопасности, написал он в Твиттер. При этом министр добавил, что Турция продолжит усилия по восстановлению сделки, мы также обсудили график двусторонних контактов Украины и Турции, сообщил он. Зерновое соглашение, 17 июля РФ заявила о всем выходе из «зернового соглашения». Украина в ответ заявила о готовности экспортировать зерно в трехстороннем порядке. В то же время Россия начала обстреливать Одессу, атакуя порты и соответствующую инфраструктуру, в ответ на такие действия ЕС призвал страны «большой двадцатки» давить на РФ с целью заставить ее вернуться к «зерновому соглашению». При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить «зерновую инициативу» в трехстороннем формате. Позже российский диктатор Владимир Путин попытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.